Начало встречи участников конференции сопровождалось не только добрыми словами, но и добрыми песнями. Творческий коллектив Спадшина зарядил всех присутствующих в зале хорошим настроением и нацелен на плодотворную деятельность в последующие часы. Из разных уголков Беларуси, России и Польши приехали ученые, чтобы внести свою лепту в развитие и продвижение культуры, которую мы имеем благодаря ее сохранению. По кольке конференция по белорусско-польских литературных взаимоотносинах, то я буду рассказывать, какое место в нашем литературном процессе, в нашем прыгожем письменстве займали белорусская и польская мова, начиная с часа Великого князства Литовского. Обе эти мовы до начала 20-го года были важными для белорусов и для прыгожего письменства. Конференция объединяет исследователей, представляющих разные сферы науки. Филологи, историки, культурологи. Отдельная секция посвящена вопросам экономики. Список научных работ впечатляет своим разнообразием. Каждый ученый выбрал тему по душе, а потому и доклады удивлялись своей глобальностью, интересными подходами в разработке и изучении темы. Скучающих на конференции замечено не было. Ученые-братья серьезные, отличающиеся умом и широким кругозором. Но даже этих ученых-мужей некоторые доклады молодых сотоварищей удивили в хорошем смысле слова. У конференции заявили свой удел профессоры Михаил Саевич, профессор Феликс Чижевский, профессор Нина Баршевская, керавник кафедры белорусской мовы Варшавского университета. Членами Архкомитета нашей конференции изъявляются представники гэтых польских университетов. Наша конференция отметная тем, что у ее будет принимать удел науковая молодь с обо двух боков. Представники историчной, филологичной науки Беларуси, аспиранты, магистранты, побочи с маститыми, знакомитыми учеными, а так само науковая молодь с Польши. Каждому гостю была представлена возможность высказаться по поводу своих научных трактатов, принять участие в дискуссиях, познакомиться с наработками белорусских ученых. И поэтому можно смело заявить, что данная конференция не просто обмен опытом, это шаг навстречу новым исследованиям. Ведь именно благодаря достижениям ученых появляются новые открытия, которые впоследствии применяются в нашей жизни. Хотелось бы сказать неколики слов и про культуру, про фольклор, про иншые традиции, иншые проблемы, які будут так само закрануты на гэтой конференции. Меркоется вельми цикавым выступлением нашей шановной Ларисы Иваны Борсу, кандидата на ВУК, человеку, який займался и займается вельми глубоко белорусской музыкой, музыкальной культурой, при чем культурой эпохи Адраджэння, эпохи барокко, сучасной культурой, музычной культурой. Это вельми цикавая речи. Ну и фольклористыка, так само одна з вельми цикавых навук, еда следует швед, наша профессор Инна Анатольевна, и она так само меркою выступить с хорошим докладом. Чому минавито в Бресте? Чому минавито в Бресте? Ну, гэта инициатива заходить с польского боку, з Люблинского университета, наше керавництво университета сустракалося с керавництвом Люблинского университета, и они пропоновали гэтую конференцию провести у гэтым годзе именно в Беросте. Кристина Купрякова, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.